МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Здравствуйте. А я вас знаю, да? Здравствуйте. Это мой сын. Это ваш сын? Здравствуйте. Мне уже сказали, что вы очень умный. Вы защитили в МГУ кандидатскую, да? Ну, таких очень много. Просто я все фиксирую. У меня как бы управляющие, интервью со всеми управляющими России почти что. Ну, понимаю, понимаю, да. Так, сейчас я вас провожу. Петр, добрый день. Добрый. Пожалуйста, расскажите о себе. Меня зовут Петр Салтыков. Я в настоящий момент являюсь частным инвестором. И еще работаю в области образования. Заходите на наш сайт stemgames.ru, посмотрите, что там. Если коротко о себе, то я в течение восьми лет работал профессиональным управляющим на рынке, как в небольшой частной компании, так и в достаточно большой страховой компании. Работал управляющим. Сейчас торгую на себя, и это позволяет мне, в частности, заниматься другими благотворительными образовательными проектами. А торгуете, как принимаете торговые решения? По советам Степана Димура? Ну, нет. Я уже достаточно давно на рынке. Я понимаю, что следовать чужим советам может быть очень чревато для своего собственного кармана. Поэтому я разрабатываю торговые алгоритмы. Плюс стараюсь торговать по своему собственному view на среднюю и долгосрочную перспективу. То есть, получается, две части портфеля. То есть, в долгосрочном портфеле там алгоритмы отключены? Ну, в долгосрочном портфеле алгоритмы отключены. Плюс я люблю какие-то такие понятные, простые идеи. Например, когда там всеобщая паника, значит, есть смысл дождаться, когда она схлынет и покупает. Или, например, что если есть компания, которая стабильно растет, хорошее корпоративное управление, видишь дивиденды и очень дешевая, то на сигнале, что начинает расти, просто можно брать и держать год, два, три, пять, пока она растет. Так чего? Вот Сбербанк в этом смысле отличный пример. Купили, может, через год будет выше, скорее всего, а через два еще выше. Пока она дешевая, прибыль у нее плюс 20% ежегодно, ну, как бы нормально. Вот. В этом же смысле, вот я просто перебью, в этом же смысле, например, личной идеей покупаем гособлигации, длинные вот ОФЗшки, типа 15-летние. Тоже красота. Верим ЦБ, ЦБ говорит 4% инфляции через год. Ну, инфляция, если ОФЗшки будут 6%, а сейчас они 8,3%. Без риска и без налогов купили, заработали. Ну, потерпеть надо. Ну, ваш отец мне говорил в интервью в Юнинском, что ждет, когда Сбербаном будет 200 рублей, обычка. До этого момента он не будет продавать. Ну, я согласен. А вы-то чего ждете, 300? Пока 200, а когда идет до 200, можно будет подумать, может, и 300 будет. Почему бы и нет. А почему у Сбербанка такая любовь именно к Сбербанкам? Потому что, ну, начали с того, что это просто и понятно. У нее большая компания, у нее понятное совершенно конкретное преимущество, понятный менеджмент, и который уже доказал, что он умеет разворачивать компанию вперед. Вот. Она растет и очень дешевая. Ну, и плюс еще и дивиденды платят. Если добавить к этому, что банковский сектор вообще цикличный, а сейчас экономика начинает выходить из падения, так вообще прям все ингредиенты для роста есть. Так я же не спорю, мне просто ваше мнение интересно. А почему вы считаете, что экономика начинает выходить? Например, мы были у экономиста Николаева, и он говорит, что мы сейчас в Третьсине, и это на 5-6 лет кризис. Ну... Это потому что связано с низкой инвестиционной активностью. Ну, низкая инвестиционная активность определенно есть, просто тут получается так, что с одной стороны мы можем смотреть на опережающие индикаторы, типа тех же ПМИА, или вот последняя новость, что закупки грузовиков и вообще тяжелой техники выросли на десятки процентов за период 2016 года. Понятно, что это вот та самая инвестиционная активность, которую мы ждем. Плюс к этому закончился глобально топ капитала, экономика к низким ценам на нефть уже адаптировалась. Как сказать, та же самая реальная доходность, которая сейчас есть и на рынке, и плюс на рынке займов и всего-всего прочего, она должна потихоньку начинать запускать инвестиционный режим. Ну, понятно, что там население, может быть, не будет жить... Жизнь населения не будет улучшаться так же быстро, как было до этого, но просто другие реальности, что теперь за счет спроса населения так расти нельзя, цены на них низкие, но зато будем расти за счет инвестиционного спроса и вообще инвестиционного развития. А реальные доходы населения, что с ними будет? Ну, реальные доходы населения должны начать разворачиваться вверх где-то, ну, так вот, если грубо оценивать, к концу года или, может, к середине следующего года, потому что это же запаздывающий индикатор, там у него лаг, не знаю, три месяца, шесть, может, год, от шести до года, вот, если мы считаем, что дно мы проходим где-то сейчас, они, может, там чуть-чуть уже прошли, вот плюс шесть месяцев, плюс год, тогда должно разворачиваться доходы населения. Все понятно. И в целом, как бы, доходы населения должны расти за след за ростом производительности труда и ростом экономики, а не наоборот, как было в предыдущие 15 лет. То есть вы оптимист? Конечно. Жизнь становится лучше, вот можно выйти на улицу погулять недавно, ходил по парку Горького, вообще красота, вот, правительство потихоньку, как бы, там, медленно, но неспешно, медленно, неспешно, но улучшает свою работу, ну, там, пример, последний, сейчас загранпаспорта можно будет в ОФЦ получать, а этот, там, буквально, пришел один раз, подал заявку, потому что минут 10, второй раз пришел, там, тебе выдали загранпаспорт, красотища, вот. Памфилова, не Памфилов, кто же там у нас сейчас, Памфилов, Винсберг-Комин порядок тоже наводит, значит, с выборами все будет хорошо. Ну, в общем, в целом, как бы, жизнь идет вперед, улучшения идут везде, к сожалению, не так быстро, как нам хотелось бы, но с другой стороны, может быть, как бы мы как общество растем тоже не так быстро, как хотелось бы. Как все вместе растем, так, как бы, и все вокруг изменяется. Это прям как сталинская фраза «Жить стало лучше, лучше стало веселее». Вспоминается, по-моему, 37-36 год съезд партии. Ну, тут в данном случае просто надо различать фразу «Жить стало лучше» или, как бы, жизнь улучшается. Очевидно, что когда у нас доходы населения за последние полтора года, например, упали процентов на 15, нельзя сказать, что «Жить стало лучше», но в целом эффективность постоянно растет. И если правильно смотреть статистику, то есть, например, показатели абсолютной, не абсолютной, а относительной продуктивности, забыть, что там труда и капитала, то выясняется, что он все эти годы рост стабильный там то ли один, то ли два процента. Сейчас, мне кажется, кризис, он должен расти гораздо быстрее, потому что оптимизация расходов, оптимизация вообще там труда, процесс идёт гораздо быстрее. Вот и всё. А вот какая связь с парком культуры имени Горького? Вот я просто хочу сказать, как я вижу ситуацию. В 1975 году была выставка аттракционных, завезли импортные аттракционные, ну там Альпин Блиц, например, потом они сгнили. Сейчас завезли тоже импортные всякие дорожки, качели, потом они тоже сгниют, нет? Ну просто связь-то не в дорожках и не в качелях, а в том, что появляется всё больше и больше хороших красивых мест, где люди гуляют, где люди отдыхают, где люди развлекаются. И этот процесс идёт не только в Москве, но по всей России идёт. И самое главное, что важно обращать внимание на качество. Когда только пришёл Собянин в 2011 году и стал класть плитку, это был прямо ужас. Ну, то есть, может быть, это был шаг вперёд по сравнению с тем, что было при Лужково, но качество кладки этой самой плитки было ужасным. Если мы посмотрим, прошло с тех пор 3-4 года, может 5 лет, и посмотрим на ту же самую перекладку плитки, только уже плитка стала другой, вместо того, чтобы просто класть, меняют полностью все коммуникации, меняют канализацию, меняют водопровод, значит, вода становится чище, плитка живёт дольше, улицы покрасивее, вместо того, чтобы пробираться между грязными машинами зимой, может, перейти по чистому тротуару. Это то самое качество жизни, которое, может быть, не измеряется в деньгах, но оно измеряется в некотором удобстве. И вот общее направление развития, то, что я вижу, то, что жизнь становится в этом смысле удобнее, в этом смысле жизнь становится лучше. В парках раньше нельзя было пройти, стоп, там паники, это бутылки Бухалова, я прошу прощения. А сейчас это именно место для отдыха, куда приятно выйти, погулять на велосипедной дорожке. Мне тут сказали, что в Кузьминках в парке белки вообще обнагрели, бегают под велосипеды, бросаются, очень хотят еды, и вообще не пуганый край, не было такого никогда. Вот теперь есть. Вы даже белок припровели к возрождению России, здорово. Ну, я в данном случае не говорил ничего про возрождение России. Я говорил, что жизнь улучшается, пусть улучшается не так быстро, как хотелось бы. Конечно, есть как бы некие определенные эксцессы, если мы, например, говорим про... Как вы с обменин приводите? Вот интересно, у нас плитка скользит, вы знаете, что плитка скользит, и зимой люди падают просто. Возможно, что плитка скользит, но понимаете, что для того, чтобы узнать о том, что плитка скользит, нужно сначала ее положить и понять, что плитка-то оказывается скользит. Это все равно как с ребенком. Я в детстве не знал, что плохо ходить по наклонным бордюрам. Но вот прошел свой раз, упал, получил опыт, действительно, не всегда можно удержаться. Но вот здесь то же самое. Будут придумывать, как менять на ту плиту, которую они скажут. Может быть, в следующий раз решат положить, не знаю, утепление тротуаров, как в Японии сделали. Вообще красота. Ну, просто мы все прочтем. Раньше, значит, у нас асфальта не было, а теперь у нас плитка скользит. Немножко другой уровень проблем. Да? Ну, интересно, учитывая, что у жены Собянина производство плитки очень интересно. А это уже другой вопрос, что у жены Собянина производство плитки, понятно, что коррупцию как бы никто не отменял, понятно, что она существует. Но вот если посмотреть, например, что сделал Лужков в каком-то 2007 году, когда цены на нефть были в полтора раза больше, чем сейчас, может, и в два, и что сделал Собянин, вот как бы делает Собянин сейчас, то выясним, что коррупция осталась, но ее объем сократился. Откуда вы это все берете-то? Ну, как, есть же, как бы, что значит, откуда я это беру? Ну, вот так, что мы в рейтинг коррупции, самое, стали подыматься, что ли, куда-то? Нет, но есть рейтинг коррупции, а есть некий, как бы, простой и чисто конкретный взгляд. Раньше у нас ничего этого не было, теперь появилось, значит, мы знаем, что это сделали за счет бюджета. Значит, те деньги, которые потратились сюда, они не потратились куда-то еще. Вот, а если мы не знаем, куда раньше они тратили, значит, вот эти самые кусок денег, значит, они там точно, скорее всего, уходили на коррупцию, а сейчас вот тот кусок перешел на пользу. Понятно, что там есть еще много кусков, про которые мы, может, не видим, они так же и идут на коррупцию, просто вот, как бы, количество, доля того, что уходит на коррупцию, сократилось. Насколько сильно, я же не знаю, но я, как бы, в этом смысле... Ну, конечно, когда два раза меняют в течение двух лет плитку, она сильно сократилась на тех же улицах. Ну, вопрос, я имею в виду, вопрос, как бы, качества. Вопрос качества, что мы все растем. Вот мы попробовали, у нас был один способ, выяснилось, что он плохой. У меня в Дубне, там, случилась некоторое время назад революция, научились делать тротуары так, чтобы вода с них стекала. Вот, раз и два, чтобы людям не было никого резона сходить с тротуаров на траву и портить эту самую траву. Вот, это же, в моем понимании, это революция, хотя формально эти самые тротуары и в советское время делали, и в 90-е делали, и в 2000-е делали, но вот, наконец-то, научились. Сколько лет, десятков лет прошло. Ну, это же хорошо, замечательно. Петр, а ничего, что в Дубне раньше ученым давали квартиры, а теперь остались одни старики? Ничего? Ну, вообще, это информация не соответствует действительности, что там много, достаточно молодых ученых приезжает работать в ИЯ. Вот, и другое дело, что я не знаю, как им там сейчас дают квартиру или не дают, но я точно знаю, что у них, что ИЯ, там, периодически строят кооперативные дома, где можно, то ли у них есть льготы, то ли им по себестоимости дают, и можно взять ипотеку. Ну, в общем, как бы механизмы-то существуют, как эта проблема решается. А с учетом того, сколько жилья понастроили в Дубне, и все не за деньги города, то я делаю вывод, что, наверное, откуда-то деньги берутся, люди там как бы живут, свои жилищные условия улучшают. Петр, вы человек другой планеты. Ну, все равно спасибо вам. Спасибо вам. Да не за что. Спасибо вам за оптимизм. Нет, я вам могу сказать еще немножко. Я, например, верю, что S&P 500 в течение ближайших нескольких лет должен сильно упасть. Ну, там, не знаю, пациентов на 30, например. Ну, ближайшие несколько лет, это, конечно, упадет. Ну, а ты что, например, на рынке госдолга, развивающих стран, надут пузырь. Ну, просто невозможно так, чтобы люди приплачивали, давая в долг государства. Это нестабильная ситуация. Она должна как бы разрешиться, разрешиться понятным классическим способом. А про дефолт Франции, о которой вот отец разговаривает, ну, в интервью вы ничего не скажете? Я не знаю, что там можно сказать по дефолту Франции. Мне кажется, что дефолта Франции не будет. Денег в нужном количестве напечатают. Вот. И инфляцию организуют. Другое дело, что для России в целом инфляция, это скорее за рубежом, это скорее хорошо, раз. А второе, что для инвесторов падение цен на активы, это тоже хорошо, если вы вовремя вышли. Ну, черт, ну, зихи. Потому что можно будет купить дешево, и потом нарастить заработать. Если Собянин хорошо, блин, ну, понятно, что вы с другой планеты. Мы с вами с разными планетами. Не то, что вы с другой, мы с разных планет. Если Собянин хорошо, ну, тогда, ну, блин, все хорошо. Мы срываемся. Просто это исключительно, как бы, исключительно жизненная позиция или религия, если сказать. Вот известно же, что там тот же самый кризис – это опасность и возможность. Вот мы можем сказать, значит, любой кризис – это возможность и сделать что-то новое, лучшее, или, там, дешевле купить, или, там, поменять свою жизнь, в конце концов, если нас там увалили с работы. А можно сказать, что кризис – это опасность, и все будет плохо, и надо, там, не знаю, защищаться. Вот. Ситуация одна, восприятие разное. Вот и все. Вот и все. А у вас, значит, высшее образование математическое, да? Да, я кандидат физико-математических наук. Вот. И если там интересно, еще с точки зрения, как бы, управления, я имею статус CFA-чартер-холдера, регулярно плачу ежегодные взносы и горжусь этим. Не могу сказать, что мне это очень помогает в моей текущей работе, но, по крайней мере, помогло структурировать свои мысли и свое финансовое образование. Спасибо вам за три. Вам спасибо. Ушел. Всех приглашаем на семинар «Коровина и Мишин» 23 августа в Московской бирже.